В начале декабря по всей России проходит декада инвалидов, в рамках которой организовываются различные мероприятия. Мытищинские полицейские не остались в стороне и организовали акцию «Внимание! Парковка не для всех!». Ее целью было привлечь внимание автолюбителей к соблюдению требований правил парковки в местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. За рейдом наблюдала Ирина Дробышева. В Мытищинском районе много торговых центров, возле которых предусмотрены места для парковок водителей-инвалидов. Но зачастую эти места заняты машинами вполне здоровых людей, не имеющих каких-либо ограничений по здоровью. Они просто игнорируют соответствующие знаки. Госавтоинспекторы в Международный день инвалидов приехали к торговому комплексу «Экобазар» для проведения акции «Внимание! Парковка не для всех!», чтобы найти водителей, паркующихся на местах, предназначенных для инвалидов. Попадаются такие вот нарушения, потому что торговых центров много, парковочных мест недостаточно. Но водителям приходится, видать, нарушать, парковаться на этом месте. А штраф за данное нарушение предусмотрен немаленький – от 3 до 5 тысяч рублей. Нужно отметить, что первый припарковавшийся на инвалидной стоянке человек после приезда сотрудников ГИБДД показал документ, подтверждающий его статус инвалида. Это как раз справка, которая во второй группе удостоверяет, да? Да, инвалид второй группы. Вот граждане телевизионщика могут, соответственно, навести побольше. Желаю вам крепкого здоровья и надеемся, что ваше законное место не будет занимать. Парковочные места для инвалидов всегда очень удобно расположены прямо у входа в торговые комплексы. Ведь людям с ограниченными возможностями зачастую тяжело сделать даже лишний шаг. Это надо видеть сам процесс, когда человек подъезжает, когда он один вытаскивает свою инвалидную коляску, когда он пересаживается из машины без посторонней помощи. И если ему какие-то еще барьеры приходится преодолевать, это не прихоть, это действительно необходимость. Это не просто так создано, но по этому поводу федеральный закон и правительство постоянно призывает к этому. Это не прихоть, это на самом деле необходимость. В ходе акции участникам дорожного движения раздавались листовки информационного характера, в которых говорилось о штрафах, предусмотренных за нарушение правил парковки. Нарушили вы пункт правила 1.3. Это место парковки инвалидов. Я просто не убила. Из-за вас, кстати. Вы здесь встали, я просто... Поэтому выпишем вам постановление. Оплатите штраф. Ирина Анатольевна. Пойдемте, пойдемте. Ну, мне куда встать-то? Здесь, что ли, расторечиться? Лучше перепаркуйтесь на свободное место, чтобы не нарушать. По результатам рейда было составлено шесть административных протоколов на водителей, нарушающих правила парковки. Сейчас мы видим, что парковочных мест сейчас очень много. Мы понимаем, что они образовались, потому что здесь сотрудники полиции. Но надеемся, что наши граждане будут более ответственны и не будут занимать парковочные места для инвалидов, которые не являются инвалидами. В акции приняли участие сотрудники ОКИ БДД совместно с активными студентами из Университета леса и потребительской кооперации. Ведь если с юности каждый будет воспитывать в себе чувство справедливости и уважения к другим людям, то и общество изменится к лучшему. Ирина Дробышева, Олег Степанов, информационная программа «День». Субтитры создавал DimaTorzok